номер 552 события дня матфея 1230 кто не со мною тот против меня и кто не собирается со мною тот расточает за 17 июня 2017 года какие события у нас были вчера с помощью романа малыша закончили заострять сваи сваями называем по метр семьдесят два метра стоять и из дерева клен выпиленные теперь надо перевозить а тут покос вчера пошел машину уже нам не дают но будем выбивать из них главное-то барабаш вывести там смолить их надо отработкой ну и камень заготавливать осмотрели там можно будет интересно закончили все вывезли защистили территорию и как правильно вывозить этого шкурку много чтобы вошло тоже пришлось показывать самому держать и дружно все прекрасно было свыше вывозили на костер потому что в пятницу был костер немножко там сняли показано будет потом володя топит баню и ваню дано было указание тут у нас есть галина алексеевна близко из новокузнецкой отношение имеет к медицине всех девочек еще раз осмотреть хотя у справки они взяли что нет кожи и заболеваний и ну чтобы все было по форме вот так вот ну и мальчиков володя там видимо смотрел не знаю как но было сказано сделать все как положено отдохнули субботу спать и днем можно хотя бы часов чтобы в храме не дремать батюшки не было на барнауле служба короткая была ну короткая как всегда ну вот и все я вышел объявление сделал что мы сделали доложил и сказал нам нужен железный клин по которому бить кувалды камни там разделяйтесь но фундаменты выковыривали там бывшие склады стояли стратегического назначения как говорят все это вывернули бывшие техники приходили чтобы проезжающее начальство видела что тут ничего нет то есть враждебное отношение ко всему разрушены прекрасное здание какие были прям ну как будто сегодня построили все разломали в дребезги как будто завтра сюда приходит неприятель и чтобы у него выжженная земля была вот такое впечатление это в нации заложено это явно что жить тут не думают это на сто процентов гарантия что земля должна уйти кому-то другому так никогда не делается такие склады и все целое было все все абсолютно линии убирают шпала убирают рельсы ворует ну и который гравий был это кому-то продают они машинами грузят уходят со своей земли вот такое впечатление не то что разбита нету бывает окна разбитые в городе кто ушел сразу разбивают все а здесь вообще ничего нету и даже фундамент вырывает он на дыбы и старается столкнуть куда-нибудь в яму чтобы не было видно и вот нам уже теперь набирать отсюда на первом мосте и далее считаем было время когда господь наш сделал из зверевых бич изгнал всех продающих и покупающих в церкви что если бы и ныне он видимо пришел в свой святой храм с тем бичом не знал ли бы он всех вон тех которые разговаривают сквернословят думают о скверном и не внимают чтение и пение но о господи уже прошло то время когда ты изгонял бесчинников из святого твоего храма ныне настало наше окаянное время ныне уже мы изгоняем тебя а храм твой притворяем вертеп разбойников святой димитрий ростовский вот когда я эти слова говорю все время повторяю чтобы торговли не было такой ой еретики там сектанты псевдоправославные а то димитрий ростовский сказал все замолкли лицемеры если мера заговорил богач привознесли до облаков заговорил бедняка а кто это такой чё это он выходит михаил домнич мне пишет мир вам в какую копейку встал сруб хозяину если это не секрет можно в личку информацию скинуть я сам над таким проектом размышляю ну и прицениться не мешало бы спаси христос я отвечаю спросил этого хозяина но он унаследовал от родителей делать из ничего страшную тайну его мать не знает сколько пенсию его отца уже столько лет и не сказал под разными предлогами что кто-то завидовать будет кто-то что скажет то есть речь идет конечно не о двух рублях такие бревна пригонять кран втроем работают этом все должно оправдываться конечно сотни тысяч тут не вгонишь деньги это стоит и почему скрывать это никогда мне этого не понять никогда когда прозрачная зарплата у министров у президента все печатает а это нет даже пенсии и все дети такие все все таят вот прижать сколько получаешь ну работает на ремонте где-то а зачем вам это знать интересно но я бы я получаю пенсию 6523 рубля 17 копеек что у тебя тайна то какая это как правило близких друзей нету тайна всегда ничто так не разделяет людей как подозрительность и притом мы родня и кроме того приходилось участвовать кое в чем и нет никакой роли не играет вот это вложенная родителями вот она остается здесь и и какую они пользу от этого имеют что тайну то нет я могу узнать это сейчас позвонить где делали бригаду это и узнаешь через пять минут разводят какую-то декоративную там птицу не говорит сколько не я спрашиваю никак я тут же осел открыл и узнал в несколько раз больше чем он мог бы сказать человек это вот понимаешь как человек страдает от этого сделать еще не может а почему рождение свыше это все убирает душа делается открытой для бога я не конкретно кому-то говорю у нас были которые вот так вот таились они начали все ушли ни одного нету и как правило там кроется ложь а я серопе это делю и даю десятину а и казалось ничего и нету обман обман бога вы меня обманывать и говорит господь обманывайте тут все с этим связано так что михаил ничего не смог ответить но он ответил что раз нет так и нет показать свои ресурсы у нас очень большие это вот форум православный так и называется православный форум игнатия лапкина и в этом зарядить игнатия лапкин найдете вот и дальше вот посмотрим это у нас мой мир ролики идут тут большой мой мир большой видео 6174 видеоролика выставил сегодня уже как выставил перенес с моего мира от видео канал ну то 7300 чем-то роликов наших мы показываем все никакой тайны нет мне говорили вот вы показываете распотребнадзор теперь нападет на вас да бог его знает я открыто говорил это с первого дня что мы покупаем дома и а переоборудуем для принятия гостей хозяева будут принимать но неделю прожили ровно неделю вторая пошла никто не трогает и мы молимся за всех чего бояться трясутся ничего не брали это дом частный лагеря нет но полезут сюда дальше бог рассмотрит больше увидит я абсолютно против вот такой скрытической тайны во что обходится книги поскольку я продаю все пищу меня открыто и когда раньше о лагере даже телефон свой люди не говорят ой мой телефон сказали у меня напечатано в газетах книгах в объявлениях везде мой телефон домашний стационар и мобильный говорит а тут буду звонить это другое никто не звонит было в одном месте мы это выступали и на следующий день детские голоса пошли то с матами еще а там это священник такой вот вот такой настроил похоже очень даже похоже село клочки или брехинского района там какой-то чарнодыров или кто теперь он какой-то спиридон жесточайшие люди ни на счет не смотрят веры никакой нету были там там староста такой грузный на нас прямо матерками матер на что приехали ваё сейчас про его ничего нету там не страдает и в школе собрали людей и спрашивали как он там монету умер как умер умер нету и вот я узнаю знаете сквернословы ни одного нигде нету и он там буйствовал в деревне я когда еще деревня была до семидесятых годов этот постановка в поликарп был евлам пивыч вон трактористом был но и мама наша мария егоровна она на печет бывает пироги а у них лежала бабка больная плохо за ней ухаживали на вся гнилая лежала и не убрана там до костей прогнивала а в их семье паша он был на два года старше меня научились мы вместе и вот я тебе супер иди мама спешет и отнеси к ним и он меня возненавидел этот поликарп и мать у него таися он евлампий отец у него был да мимо меня пойдешь да я тебе башку там оторву а я уже учился в техникуме я там и не ходил никогда по деревне мы идем тут прямо через наши околки только я уехал оттуда он грозился мимо меня пойдешь они ближе и такой был все время чумазый тракторист мы работали когда на поле я попутно сказать оставь и кондин был астапи родионович у этого ветош он вытрет все у него как будто он и не тракторист выработка намного больше а тут все грязное в мазуте ничего руки не вытерет у него рычаги эти все в этом-то и он видимо это что-то мазал там и пошел ну конечно видимо выпивший был пошел по гусеницам то и упал и ребра поломались и воткнулись ему там в печень или куда-то мне сообщают поликарпа нету умер как же так меня же ловить надо было там голову отворачивать чтобы мимо не ходил никого нету господь отвернул другую сторону вот я его за язык не тянул вот это ахальщина на нахальщина ли она заканчивается всегда плачевно что как было по насилию а какая громадная сила была советский союз третий рей германии нету да не может быть нету нету япония какую силу набрала все нету той японии вот у бога как все вымерено и осмотришь тут сегодня смотрю уже такое-то такое-то на ринге был там борьба без правил еще найдется на него управа и кто-то его победит и правда побежденный уже лежит разбитый вот дальше у нас есть самый большой ресурс это православный библейский сайт и самое ценное здесь тут книги ауди начитана 50 книг примерно вот четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по по темам ну а тем здесь много 55 тем и вот одно еще помаленьку я тереблю здесь тема войне если сейчас еще возьму вопрос другой вопрос 1570 6 том открытым оком что нам говорит библия про следующую ситуацию протоиерея димитрия смирного исполняющий обязанности председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и армии в интернет мосте задают вопрос известно что в последнее время православное духовенство освещает оружие боевую технику самолеты а как же заповеди добра и милосердия не кажется ли вам отец димитрий что таким образом благословляет соорудие убийства ответ видимо но это ошибка вопрошателя надо просто посчитать этим логический словарь если слово война означает убийство тогда мы должны каждого человека идущего на войну судить и сажать в тюрьму а за убийство полагается срок от восьми лет и выше однако мы видим что все происходит наоборот это происходит потому что война убийством не является и он одного убить на дороге встретить убийство а так тысячу убила не является это димитрий смирнов это в записка мне поступила я в университетах вел занятия вот я не является не придумаешь еще все тут у меня кто мне звонит да убийство акт провести его закона война дело священное кто его освещал и он война и убийство две вещи не просто разные но противоположные это все равно что сравнить неприличную надпись на заборе с сонетом шекспира потом если кто прочитает вот это вот она и скажет ну конечно православие оно должно исчезнуть как мракобесие как убийство на его совести кто это отвечает тысячи людей убитых посылали туда чечню да везде и все годы посылали в анголу в алжир на кубу церковь освещает оружие потому что участвует благородном деле защиты храмов жилья жизни детей женщин стариков словом всего отечества конечно бывает нападение агрессии бывает но наше министерство все таки называют не министерством агрессии а министерством обороны главное называют да нет страны куда бы ни лезли советские союзы эти такие же везде везде нос суют и царской россии было и польшу подмяли и финляндию до порта артура долезли и наконец лопнуло чрево и кончилось все и царя расстреляли царисы идея дети погибли министер называется ну что называется я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек большего рабства не было нигде как сложеницын пишет в архипелаге гулаг однако пел же пел утесов заливался человек идущий на войну не идет убивать но идет умирать но действительно за одного немца 5 заплатили русских они шли умирать трупами завалили и мы освещая оружие молимся чтобы этому оружию была дана победа еще христианскую хоть одно слово есть нет конечно неверующий поп то если ролик такой самый наглый поп про смирнова же вот такой ответ маститова протеерия маститова кто его сидит на два кресла не уместится настоятеля восьми московских храмов проректора по стб и и декана факультета православной культуры академии ракетных войск имени петра великого автора многих книг фильмов проповеди в дальнейших ответах мы узнаем что 95 процентов наших военнослужащих в чечне являются членами церкви их родители также православные священники участвуют в этой войне и так далее и тому подобное это мне вопрос подкинули до сих пор далее я должен отвечать в университете у меня там сидят и представители городской краевой администрации кгб фсб там все я должен ответить я отвечаю по вопросу войне мы уже столько раз отвечали что если смысл все заново повторять прочтите наш материал а я говорю вам любите врагов ваших в книги к истинному православию попы утверждают что русские бритые затылки идут чечню не убивать и умирать может потому так позорно и воюет и столько гробов оттуда гонит что они уже заранее приговоренными баранами валяться туда ибо такой страх нагнали чеченцы на этих горе вояк вопрос воры всегда подмену слов ведут и не говорят что своровал но взял и не залез в квартиру но побыл в гостях не угнал машину но проехал так и в названиях с министерствами и пусть они там делают что хотят пусть воюют контрактники но какое дело христианам до этого и тем более попам а сатанилась безбожных попов поэтому не имеет границ их безумия у меня там и епископ бывает и священники сидят сколько таких вопросов умных им задают бог этим дает все еще место покаяния этим мертвым попам с мертвыми душами и с мертвыми знаниями но они уже нигде не могут засыпиться им нужно побыть в плену там куда они отправляют умирать своих прихожан что можно пожелать идти в плен что там он покаялся ничто не может освещаться вопреки слова божия и никому из воюющих не нужна эта кодильная катавасия но вот уж так сатане это нужно чтобы в самом страшном грехе убийства были замешаны не просто рядовые верующие на священнослужители и вот они выкрутасничают и блудословят словами как шуты на сцене совершеннейшие безбожные слова говорят и опровергать их не стоит так как с такими безбожными и говорить даже грех вот мой ответ далее еще можем взять один вопрос ответить вопрос 1130 3 том открытым оком за что вы так ненавидите погонщики на одежде разве они нам не даже напоминать что мы воины христовы ответ есть поговорки каждый сверчок знает свой шесток и каждому овощу свое время место погоны это отличие военных от гражданских и для чего же гражданскому человеку носить камуфляж как будто он военный можно купить генеральские погоны но ты не будешь им соответствовать можно купить епископскую мантию у нас в общине есть врачи имеющие воинские звания исследователи прокуратуры им разрешается почину и они приходят в одежде с погонами но не на службе где-то там могут прийти на собрание и прочее ну вот так не погонах дело-то дело потому что они не соответствуют делу после войны кто были демобилизованы все эти люди ходили в военной одежде гражданки но погона никто не носил а если в кто-то остался на сверхсрочную и тогда и приезжал в отпуск то он был с погонами но и так понятно вот такой ответ и на этом все